сергея сегодня нету я его подменю если игнать техничь благословит созвонимся мир всем с миром игнать техничь благословите подменить сергея занятия давай если его нету то веди его нету помолимся во имя отца и сына и святого духа аминь царю небесный утешителю душе истины иже везде весы и вся исполняя сокровище благих и жизни подателю приди и вселися вны и очистины от всякие скверны и спаси блаже души наше господи благослови нас на сие занятия посети нас в этот день господи не дай нам уклониться не направо и на не налево от истинного понимания смысла господи ибо ты сказал якобы из меня не можете творить ничего боже веру в твои слова помази нам все дела на имя начинаем в тебе самим совершить во имя отца и сына и святого духа аминь так продолжим евангели от иоанна 11 глава первый по третий стих болен был болен некто лазарь из лифании из селения где жили мария и марфа сестра и и мария же который брат лазарь был болен была та которая помазала господа миром и оттерла ноги его волосами своими сестры послали сказать ему господи вот кого-то любишь болен толкование один только иоанн рассказывает эту историю рассказывает же для того чтобы научить нас не соблазняться если какая-нибудь болезнь постигнет людей усердных и боголюбезных ибо лазарь был друг христов однако же и он был болен нужно знать и то что сия мария помазавшая господа миром не было не блудница упоминаемая у евангелиста луки не женщина упоминаемая у евангелиста матфея но иная не блудница но честная боголюбезная и усердная ибо она заботилась о принятии христа и служила ему как сам иоанн потом 12 глава 2 стих свидетельствует господь же они свидетельствует что она избрала благую часть как замечает евангелист лука 10 глава 42 стих сестры сие были так чудны и достопочтенны что и лазарь сделался известными более за них ибо лазарь сказано был из лифании и селения марии и марфы почему же они посылают звать иисуса они идут к нему сами подобно сотнику и цареву мужу потому что они крепко надеялись на христа потому что они были слабые женщины и неприлично было им выходить из дому потому что я неудержимы были скорбью и заняты были заботы вы около брата а что они сделали так не по небрежению это оказывается из последующего ибо они оказывают христу великую честь и уважение и приносит твердую молитву вот кого ты любишь говорят для того чтобы именем дружбы вернее преклонить господа к состраданию такое выражение сих же обнаруживает и некоторую веру их они так уверены величие силы господней что до них удивительно как болезнь коснулась человека любимого им 4 по 6 стих иисус услышав то сказал эта болезнь не к смерти но к славе божией да прославится через нее сын божий иисус же любил марфу сестру ее и лазаря когда же услышал что он болен то пробыл два дня на том месте где находился толкование феофилакто болгарского это болезни к смерти и иначе если внимательно смотришься то болезнь сия не было к смерти такой какой умирают многие то есть к смерти долговременной но превременной и продолжавшиеся четыре дня к славе божией прибавил да прославится сын божий ибо слава бога то есть отца ничем не разнится от славы сына следовательно и сын есть собственно истинный бог также как и отец ибо у кого одна слава у тех одно и существо посему-то господь из остается столько времени что началось уже разложение и сама сестра говорит что уже смердит седьмой по десятый стих после этого сказал ученикам пойдем опять в иудею и ученики сказали ему рови давно ли иудеи искать побития камнями и ты опять идешь туда иисус отвечал не двенадцать ли часов во дне кто ходит днем тот не спотыкается потому что видит свет мира сего а кто ходит ночью спотыкается потому что нет света с ним толкование объявляет вперед чтобы они не смутились неожиданностью если бы он внезапно повел их страну в которую те они боялись то есть так как они боялись и из-за него ибо не имели еще совершенного познания о нем и боялись из-за самих себя и так говорит доколь идет день то есть пока еще не настало время страдания вы не споткнетесь ибо не встретите гонения от иудеев ни другой какой-нибудь неприятности а когда придет ночь то есть страдания мои тогда вы сметенные соберетесь в одном домике из-за пастения иудеев с того времени вы будете испытывать скорби болезни и много озлоблений и неприятностей когда я свет когда я свет не буду же с вами жить телесно то обоймет вас ночь скорбей но в этом месте подписания господь показывает что пока он с ними пребывал он их хранил под своим крылом то есть их ничего не касалось он их посылал подвое и ничто с ними не происходило никто их не гнал он на них всячески заботился а когда он уже умрет и потом воскреснет то он их пошлет и они будут получать все страдания то есть теле его уже с ним с ними не будет он отойдет на небо на облаке и теперь вот они уже будут и поститься и и скорбеть и болеть и много озлоблений неприятностей потерпят с 11 по 16 стих сказав это говорит им потом лазер друг наш уснул но я иду разбудить его ученики его сказали господи если уснул то выздоровеет а иисус говорил о смерти его а они думали что он говорит о сне обыкновенно тогда иисус сказал им прямо лазер умер и радуюсь за вас что меня не было там дабы вы уверовали но пойдем к нему тогда фома иначе называемый близнец сказал ученикам пойдем и мы умрем с ним толкование я иду не за тем зачем ходили прежде чтобы ожидать опасность со стороны иудеев а иду разбудить друга ученики желая удержать его от путешествия туда говорят довольно если он уснул если уснул то выздоровеет посему нам и не нужно ходить ибо никакой необходимости то нет хотя господь говоря лазаря для того и прибавил друг мой чтобы показать необходимость быть там на ученики утверждают что посещение его и не нужно так как он может выздороветь от того что уснул раз господь сказал что он уснул еще более говорят пришествие твое не только не необходимо но и вредно от друга ибо если сон как нам думается служит к его выздоровлению а ты пойдешь разбудишь его то ты по препятствующего выздоровлению и так не нужно ходить и ибо это вредно ибо сказав что лазарь умер господь не прибавил пойду воскрешу его в то же время господь учит нас из тому чтобы мы не были поспешны своих обещаниях всякой смерть есть сон и успокоение как нам легко разбудить спящего так еще в тысячу раз более для него удобно воскресить умершего ибо если бы я был там я исцелил бы больного чудом было бы это но это и показал бы малом сей мои силы показал бы мало силы моей а теперь когда меня там не было и последовало смет лазаря я пойду и воскрешу его вы должны более утвердиться вере в меня ибо увидите что я силен делать это что чего прежде еще не явил именно воссозидать и воскрешать мертвеца уже разложившегося издающего гнилой запах когда господь сказал это и доказал ученикам необходимости своего шествия иудею тогда фома бояшись больше против 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 говорит пойдем и мы умрем с ним ибо эти слова выражают не бодрость а страх и молодожие чтобы прочих соучеников приостановить он напоминает им о смерти и намеренно прибавляет умрем говоря как бы так и мы глупые безумные не заботчися о своем спасении жизни пойдемте чтобы умереть с ним пусть он недорого ценит свою жизнь поэтому мы должны быть неблагоразумны вопрос такие речи прилично боязливому но посмотри на него впоследствии он как апостол апостол заколом был за истину благодать божия так укрепил его что и к нему можем предложить слова апостола павла способность наша от бога 2 коринфянам 3 5 не я но благодать 1 коринфянам 15 10 а оригин говорит о фоме нечто похожее на сон фома говорит он узнав о пророчестве о христе и разумев что с душой сойдет в ад для освобождения душ когда услышал что господь идет разбудить лазаря то подумал что он может разбудить его то есть освободить душ его не иначе как если сам отложить тело и сойдет в ад посему как истинний искренний ученик христов не желающий в этом отстать от своего учителя он и прочим соученикам советует и сам вызывается сложить тело свое чтобы сойти в ад вместе с иисусом который по его понятию положит душу свою чтобы душа друга освободить душу друга освободить из ада такое смешное объяснение приложил я для постромления тех которые превозносят все оригинала и вот такое объяснение мудреца не явно ли пустословие настоящий сон а я прошу тебя заметить то что хотел лазарий умер господь однако же не сказал идем к нему как бы к живому ибо для христа как бога и самый лазарь был жив вопросы по этим местам писания какие-то есть все ли не понятно если что-то непонятно не стесняйтесь говорите спрашивайте так ну значит здесь все понятно в принципе кто внимательно слушал и удерживал мысль тот понял здесь все понятно ничего таких вопросов не должно вникать но вот вопрос не к этому можно вопрос да да конечно вопрос как бы не к этому вообще к таким вот вещам как трусость и так далее вот в этом месте он говорит пойдем умрем с ним ну как бы явно что это не трусость а любовь к этому человеку и присоединение к этому сложному делу а в другом месте когда нужно было за христом последовать они не последовали фома вообще непонятно где был то есть вот вопрос возникает почему здесь с таким соотверждением пошли а там нет ну при гефсимании я имею ввиду я понял но вот здесь и толкователь говорит что конкретно это он сказал из того что боялся более прочих пойдем и мы умрем с ним то есть он говорит что это как раз таки выражает не бодрость а страх и малодушие чтобы прочих учеников приостановить я так понимаю это он сделал толкователь то сделал вывод по прочим местам писания потому что можно это понять что и действительно он ничего не боится а на самом деле наоборот боится то есть мы так и должны понимать мне кажется так ну боится но они же пошли ну конечно ну пока вот 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 и боится тогда наоборот не боялись пётр план пластался прям я за тебя и в огонь и воду и что вышло ну вот он как он он же здесь вот выше как раз таки предупредил он сказал что пока я с вами то есть то есть с вами ничего не будет а когда я от вас отнимусь тогда вас будут вот тогда начнутся вот искушение то есть пока они были при нем благодать их поддерживала я так понимаю и они действительно ее ощущали и думали что это их сила а когда он отошел у них было это отнято пока святой дух то не сошел и вот тут они увидели то что ничего у них и не было только все господь их подкреплял спаси христос так идем дальше 17 по 20 стих иисус пришед нашел что он уже четыре дня в гробе пифани же была при близ иерусалима в стадии в 15 и многие из иудеев пришли к марфе и марии утешать их в печали а братья их марфа услышавшись что идет иисус пошла навстречу ему мария же сидела дома так вопрос стадии 15 это сколько кто разбирается 180 метров благодарю получается в фоне же было близ иерусалима в 180 метров до почему 15 стадии умножить около 200 метров умножает 200 на 15 то есть это где-то 3 километра до до 3 километра нормально это где-то минут 40 ходьбы 45 но не очень близко так толкование господь намеренно промедлил чтобы лазару исполнилось 4 дня и потом вышел чтобы чудо сделать со всех сторон свободным от клеветы 21 по 28 стих тогда марфа сказала иисусу господи если бы ты был здесь не умер был брат мой но и теперь знаю что чего ты попросишь у бога даст тебе бог иисус говорит ей воскреснет брат твой марфа сказал ему знаю что воскреснет воскресенье в последний день иисус сказал ей я 7 воскресенье и жизнь я и так здесь есть им здесь есть он стоит должно стоить я есть им воскресенье и жизнь верующий в меня если умрет оживет и всякий живущий верующий в меня не умрет вовек веришь ли сему она говорит ему так господи я веру что ты христос сын божий грядущий в мир сказавший это пошла и позвала тайна марию сестру свою говоря учитель здесь и зовет тебя толкование марфа имела веру во христа но не полную ненадлежащую посему и говорит господи если бы ты был здесь не умер бы брат мой сказал это без сомнения потому что не веровал что он если бы захотел то и не не присутствуя лично могу предотвратить смерть брата и ты неправильно ударение делаешь сказала это без сомнения потому что не веровала не без сомнения сказала а без сомнения потому что не веровала сказала это без сомнения потому что не веровала Что он, если бы захотел, то и не присутствуя лично, мог бы предотвратить смерть брата ее. А далее обнаружит еще и большую слабость веры. Ибо говорит, чего ты не попросишь у Бога, даст тебе. Видишь ли, она считает его за какого-нибудь человека, добродетельного и угодного Богу. Ибо не сказала, чего ты не захочешь, все сделаешь. Но чего не попросишь, все даст тебе. Подумала, что он воскреснет в последние воскресения. А что будет в последние воскресения, это Марфа знала частью из Божественного Писания, а еще более из частых бесед Христовых о воскресении. И вы, если веруете в Меня, не умрете, но будете выше смерти духовной, которая гораздо страшнее. А кто избавляет от смерти страшнейший, тот тем легче избавит умершего брата твоего от смерти менее страшной. Господь спрашивает, верует ли она, что он есть воскресение и жизнь, и что верующая в него не умрет вовек. Будешь ли разуметь смерть духовную или телесную, ибо о верных по причине их надежды на воскресение справедливо говорится, что они не умирают. Ибо учитель говорит, пришел и зовет тебя. И как он пришел, то само пришествие его служит тебе зовом. Ибо как скоро он пришел, то и тебе необходимо пойти навстречу к нему. Здесь как раз говорится о смерти первой и так далее. То есть рождение свыше не просто так происходит, а ты сначала должен родиться духовно. Это воскресение первое называется. А воскресение больше, когда уже Христос в судный день тебя воскресит. Царство небесное. И то же самое о смерти говорится. Тоже каждому надлежит из нас умереть. Но есть еще и духовная смерть. С 29 по 43 стих. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретил его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и увидевший его, пала к ногам его и сказала ему. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Толкование. Увидевши его, она пала к ногам его, не устыдившись народа, не обративши никакого внимания на то, что некоторые из бывших тут враждебно расположены ко Христу. В присутствии учителя она отбросила все человечество и заботилась только о том, чтобы почтить его. Он говорит. Господи. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Марфа же ничего такого не делает, ибо она не падает перед ним, а напротив, когда Христос и подает добрую надежду относительно брата, она оказывается неверующую. Хотя и Мария является несовершенную, когда говорит, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Однако Христос не говорит ей ничего такого, что сказал сестре ее, потому что тут много было народа, и не время было для таких речей. То есть видно, что Марфа и Мария имели несовершенное о нем понятие. Они не веровали еще, что он есть Бог. Да, не веровали, но однако это падает к ногам и такие слова произносят, а Марфа не произнесла. И перед этим принимали они в дом. Марфа готовила угощение, а Мария слушала Христа. И вот отсюда она больше слушала и понимала, что величие его неимоверное, больше всех пророков. Поэтому так и сказала. Ну, конечно, еще под чувствами, что брат любимый ушел. Но все-таки, однако. Да, и вот результат мы увидели в этом. То есть уже различие. Она сидела у ног, и вот впоследствии мы увидели результат, что она в итоге больше имела понятия о нем, чем Марфа. Отсюда нам научение, что постоянно нужно сидеть у ног Христа и слушать слова его. Кто бы ни читал, кто бы ни читал Слово Божие, нужно его слушать. С толкованием тем более. Ну, а рассуждение здесь уже нужно смотреть, чтобы до ереси не рассуждаться. Даже Игнатихич, лишь комментарии всего лишь оставил. А он и больше бы мог. Но, однако, вот Дух Святой на этом его остановил. Поэтому самим толковать ничего не надо. Комментировать на сегодняшний день, что-то приблизить ближе, можно. Толковать же. Ну, может быть, кто-то и будет такой еще человек. Может быть, Дух Святой кому-то откроет, но пока достаточно нам для спасения. Конечно, еще бы в это вместить все. Чего уж там. Аллилуйя. С 33 по 37 стих Иисус, когда увидел ее плачущей, и пришедших с ней у иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал, «Где вы положили его?» Говорят ему, «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали, «Не мог ли сей, отверший отче слепому, и сделать, чтобы и этот не умер?» Толкование. Так как Мария и пришедших с ней плакали, то природа человеческая располагалась к слезам и смущалась. Господь же подавляет потрясение в духе, то есть духом обузывает смущение и удерживает оное, и делает вопрос, нисколько не обнаруживая слез. Но как Господь скорбел, ибо был воистину человек и желал удостоверить в действительности своей человеческой природы, то позволил ей сделать свое. В то же время он ограничивает плоть, запрещает ей силы Духа Святого. Но плоть, не вынося запрещения, смущается, воздыхает и предается печали. Все это Господь допускает испытать своему человечеству, частью для того, чтобы утвердить, что он был человек по истине, а не по провидению. Или провидению. Отчасти для того, чтобы научить нас полагать пределы и меру, печали и без печали. Ибо не иметь сочувствия и слез, свойственно зверям, а проливать много слез и предаваться много печали, свойственно женщинам. И так как Господь воспринял на себя нашу плоть и кровь, евреям 2.14, то принимает участие в том, что ствойственно человеку и природе, и показывает нам меру в том и другом. «Где вы положили его?» спрашивает Господь. «Не потому, что будто не знает, ибо быв в ином месте далеко, он знал же, что Лазарь умер. Но для того, чтобы подумали, будто он сам от себя вызывается на чудо. Он желает узнать все от них и совершить чудо по их просьбе». Будто бы они не подумали, будто он сам вызывается на чудо. Он желает узнать все от них и совершить чудо по их просьбе, чтобы освободить Оны от всякого подозрения. И как не было еще никакого намека на воскрешение Лазаря, и не приходило никому на мысль, что он идет воскресить его, а не поплакать только, то и говорят ему, «Господи, пойди посмотри». А лукавые иудеи, несмотря на то, что перед глазами их большое несчастье, и при всем этом не оставляют своей злобы. Так, вопросы есть по этому месту? Какие-то, может, заметки? Вот здесь видно, что никто не может догадаться, что он может, то есть никому это даже на ум не приходит, то, что он может воскресить мертвого. То есть все максимально это, о чем думают, это то, что если бы он был с ним, то он бы и не умер. Это говорит о том, что тело уже видно настолько разложилось, что чтобы его воскресить, надо ее заново воссоздать. То есть просто как вот новые органы какие-то воссоздать. Это даже, то есть чудо такое будет совершено, которое на ум даже человеку не могло прийти на тот момент. Еще можно добавить тут к этому? Да, да. Еще, видишь, он заплакал, а человеку, любому человеку свойственно в таких случаях плакать. Я, ну, не знаю, это редко у кого такое жестокое сердце будет, если человек тебе такой близкий и дорогой, и ты не прольешься лесу, когда он умирает. И поэтому, конечно, они видели в нем простого человека, они не могли видеть в нем какого-то большого человека, даже пророка. Но я имею в виду про фарисеев, а не про народ, который видел, как он исцеляет людей. Ну, все. Спаси Христос. Да, и вот здесь он показывает свою человеческую природу. И вот мы поэтому и принимаем, то, что он в полной мере является человеком Господь. То есть он в каких-то местах он показывает себя как полностью Бог. Это вот мы дальше увидим, что ему подвластна жизнь и смерть. А в этих местах мы видим, что он человек. И человеческая природа в нем также имеет все свои свойства, как у обычного человека. Он во всем человек, кроме греха. И еще здесь можно добавить? И еще тут, видите, про женщин говорится, что свойственно там платье женщинам. То есть он, ну, как бы, не так, не врыдал там, а просто, ну, как говорят, скупая мужская слеза. Ну, то есть прослезился. Ну, заметили все это. Ну, это свойственно мужчинам. А женщины, ну, они как в кутлы сосут, они могут и поплакать побольше. И в этом ничего нету тоже, кстати, зазорного для женщин. И вот еще, да, здесь вот толкователь правильно говорит, то, что вот наша человеческая, человеческие, человеческая природа, она никак иначе может обуздываться только Святым Духом. И вот тут Господь именно таким образом. В то же время Он ограничивает плоть, запрещает ей силы Духа Святого. То есть без силы Духа Святого человек не может ни от страстей избавиться, ни даже ни от своих человеческих, то есть превышить свои даже человеческие возможности, свойства природы. И вот христианам это дано. И поэтому мы видим и среди многих святых, когда они преодолевают это. И даже вот тот же вот Игнатий Тихонович, когда говорят, да, то, что там он не спал два с половиной, он говорит, два с половиной часа. Ну, понятное дело, что без Духа Святого это невозможно сделать человеку до такого доходить. И при этом оставаться в здравом уме, не как буддисты там какие-то, они тоже до этого доходят, но они совершенно становятся безумные в этом деле. А человек в здравом абсолютно уме и не только в здравом, и остром очень уме остается. Поэтому видим, что мы должны и молить у Бога, чтобы Он давал нам этого Духа Святого, и чтобы нам подчинялась наша природа человеческая, они мы ей подчинялись. И для этого и посты нам даны в помощь, и прочие добродетели. 38-й по 42-й стих Иисус же опять, скорбя внутренне, приходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе, во гробе. Иисус говорит ей, не сказал я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию. И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня. Но сказалось я для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня. Толкование. Для чего евангелист опять замечает, что Иисус плакал и скорбел по сочувствию? Для того, чтобы мы знали, что Он истинно облегся в наше сестство. Иоанн, сравнительно с прочими евангелистами, возвещает о Господе высшее учение и богословствует нечто великое. Посему и из дел Его телесных повествует о более уничиженных. Посему и в скорби Господа Он находит много человеческого и тем доказывает истинность плоть Его, чтобы Ты познал, что Господь был Бог и вместе человек. Ибо, как Лука подвигом скорбью и потом Господа Глава 22, так Иоанн слезами Его доказывает, что Он носил истинную плоть. Для чего Господь не воскресил Лазаря, когда камень лежал еще на гробе? Ибо, кто одним словом воздвиг мертвое тело и одушевил уже начавшего разлагаться, тот гораздо удобнее мог словом отвалить камень. Отнимите камень, говорит Господь, для того, чтобы сделать их свидетелями чуда, чтобы не могли, как прежде, о слепорожденном говорить, это Он, это не Он. Брат, ты страницу сейчас двигал или нет? Вячеслав! Сейчас видно? Вот пошло, да? Видно. Так, ну вот здесь сейчас начну. Да, видно и слышно. Ибо присутствие на самом месте и отнятие камня своими руками должны были загрозить уста неблагонамеренным свидетелям чуда. Для чего молится Господь, или вернее принимает вид молитвы? Слушай, как Он сам говорит для народа здесь стоящего, как Он сам говорит для народа здесь стоящего. Сказал я сие, чтобы поверили, что ты послал меня, то есть для того, чтобы не считали меня противником Богу, чтобы не говорили, что я не от Бога. Чтобы доказать им, что дело это совершенное мною по твоей воле, то есть по воле Отца. А что именно по этой, а не по другой причине представляется молящимся, то есть для предстоящих, обрати внимание на саму молитву. Благодарю тебя, Отче, что ты услышал меня. Ясно, что это не молитва, а только положение и вид молитвы. А что Он не нуждается в молитве, это видно из того, что Он много иное совершал и без молитвы. Например, тебе говорю бес, выйди из него, Лука 4.35. И еще, хочу очистить, Матфея 8.3. И еще, прощаются тебе грехи твои, прощаются грехи твои, Матфея 9.2. А это важнее всего и морю, умолкни, перестань, Марка 4.39. То есть, везде Он говорит непосредственно, без молитвы. Итак, для того, чтобы присутствующие тут поверили, что Он с неба, а не противник Богу, Господь и молится. Ибо если при делах Его, при всесторонних доказательствах единомыслия Его с Отцом, говорили, что Он не от Бога, чего не сказали бы, если бы Он не делал ничего такого? Но местописание говорит, что люди видели, потому что, говорит, Он говорит, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Еще мне здесь представляется, вот как при Иордане Иоанн Креститель представлял Господа людям все агнез Божий, который берет на себя грех мира, так здесь Господь представляет Бога Отца. Через это впоследствии они должны узнать, что Он и Господь это одно едино представление Бога Отца. Да, здесь Он благодарит Отца, благодарит Бога. И в то же время Он знает, что совершит далее, то, что какое-то произведет впечатление, тем самым Он как бы воздает, показывает, что Он равен Отцу, будет, это покажет. То есть, Он воздал Бога благодарение, показывает свое единство с Богом и далее делает такое чудо, которое ну просто огромное и многих удивит. Тем самым просто как бы, то есть, он врачует, можно сказать, их наперед, зная их неверие. Ну да, Господь же просто так ничего не делает. Он это делает для дальнейшего уверования людей, чтобы было легче уверовать. Вот сейчас, что у нас есть такого, чтобы мы сказали людям, и они уверовали бы. Вот как Господь показывает. У нас ничего нету, кроме слов Господних и его жизни. Это и есть вера. Люди должны в это уверовать и уверовать Христу, древнему тому Христу, но он не древний, он сейчас живой. И вот он живый Бог. Почему так вот сектанты упираются и говорят, это живой Бог? А это и написано, да, живой Бог. А почему живой? Он всегдашный, он сейчасшечный. Он прямо сейчас и с нами. А не так, что на иконах где-то в храмы ходить и так далее. Какая-то мертвичина. В образах там. Да, да. И поэтому и апостол Павел и говорит, какое дыхание, на смерть или на жизнь благоухание или смердящий запах смерти мы слышим. Я один раз зашел в храме там в Тоголиновый священник приехал. Ну, там такой простенький был храмик, там ничего не было. А он там цветов там везде этих пластмассовых наделал. И говорит, ну как, Игорь, нравится тебе какой сейчас у нас храм благоукрашенный? Я говорю, так это же мертвые цветы, вы как раз господь же это живой бог. Мы должны ему живое все приносить. Он такой посмотрел, правда, что-то, наверное, перестарались мы. Я говорю, это вот на кладбище такие цветы же. И он убрал цветы. Ну да, и тем более, когда уходил Господь-то он сказал, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Игнать Ихныч, вам слово. Вот относительно мертвых святых это указание давал Алексей I Симанский. И он же повелел и написали потом. Стали петь общим хором Веру и Отче наш. Для него этого не делали. Вот он оставил себе такую память. Мертвые святые это вот на кладбище где-то там могут в храм, чтобы даже не заносили. Это от него особое указание было. Прекрасная память осталась в этом плане. Так это оказывается Веру и Отче наш это современное это не было раньше? Что вместе пели? Пения не было. Да, не было. Раньше было это все пели сообща. Вместе с Клиросом пела вся церковь. А потом это все затерлось и забылось и столетия прошли. И патриарх Алексей II первый Симанский он это опять вернул. А вначале церковь пела вся. А вот по символу веры Духа Святого Господа Бога Истинного это в какой момент было отнято и есть ли это непосредственно символы веры? В 1936 году патриарх Никон это убрал подражая грекам. А греки как потеряли там корней не найдешь. Было двуперстия стало троперстия. Сергий Радонежский все молились до Никона двоеперстия. Это же старообрядцы самые настоящие. И Антоний и Варлаам и князь Владимир до Никона. Ну а теперь о троперстии. О троперстии Серапим и другие Николай Японский Иннокентий Вениаминов просветитель Севера и Ант Кронштадтский молились троперстия. Еще о чем спорят-то? Вот у нас в общине молятся так и так. Я приучен родился в старообрядческой семье только двуперсина. А символ веры который на Вселенском Соборе он же есть этот перевод там как стоит? Там никак нельзя узнать потому что перепечатано того нету. Показывают и то и другое. Старообрядцы показывают слово истина и так понятно. Бога истина от Бога истина. Имеется отец истинный вдруг от Духа Святого отбросили истину. Это вообще даже безумием нельзя назвать что-то дальше. Так опасно касаться Духа Святого всей грех не проститься. И выбросили слово истины. Вот ужас-то какой. Но мы как приехали по Теряевку община стала отдельно. Мы сразу запросили тогда будем Вениамин Черноморский. Он к нам по Теряевку приезжал епископ. Мы говорим да какая-то уже принято все в 72-м корием году в патриархии Московского все старообрядческое возвращается. Поэтому клятвы которые были на старообрядцев яко не бывшие. Яко не бывшие. Тысячи пожгли порубили а теперь яко не бывшие. Но все равно хорошо. А старообрядцы старообрядцам зарубежным зарубежная церковь принесла полное покаяние. Это к истинному православию там у нас есть. Все подписались и Фихи подписывался. И потому как в революции нас спасти и говорит о чумании потому ли что наши предки гнали вас. Вот как глубоко копнули. Здорово. И там статья такая почему Игнатий Лапкин плакал. Я говорю 333 года ждали этого и наконец совершилось. А патриархия не принесла покаяния. Она беспокаянная. Папа принес покаяние за евреев которые гнали в войну что они помогли везде везде среди прочих своих совершенств несовершенных он здесь так как писал Тющев говорит и тут же он непогрешимая греховность на папу гус 11 Иисус уверовали в него властно заграждая уста всех которые говорят что он меньше отца ибо что нашлось бы равного такой власти что он умершему как живому говорит Лазарь и теперь сбылись на деле слова наступает время когда мертвые услышат голос Сына Божия и услышав оживут Евангелие Иоанна 5.25 это по-моему он отвечает Иоанну который послал учеников своих спросить ты ли тот который должен прийти дабы кто-нибудь не подумал что Христос от другого получил такую силу он вперед предсказывает о том что умел доказать самым делом громкий голос спасителя воскресивший Лазаря служит образом великой трубы которая будет гласить во всеобщее воскресение 1.15 52 1. Фессаленикидсом 4.16 как было это частное так и всеобщее воскресение будет вдруг во мгновение ока 1.15 52 вышел умерший связанный по рукам и ногам связанному выйти казалось не менее чудно как и воскреснуть и так к чуду воскресения присоединилось еще чудо то что совершенно связан совершенно связанный двигался Господь повелевает развязать его чтобы приближившись и коснувшись его увидели что это он он самый пусть идет он это по нелюбви к славе ибо не выводит его сам не повелевает ходить собою чтобы показаться когда чудо совершилось одни из видевших он и уверовали а другие объявили фересеев без сомнений с целью опорочить его совершившего нечто неправильное так как он повелел раскопать погребенного ну вот вот эти вот которые пошли и сообщили иудеям это вот мне сразу представляется как из фильма Маугли этот как шакаленок то вот этот который собак его звать да вот который ходил и сообщал постоянно на самом деле это гораздо серьезнее они так и думали как иуда он так и думал что все правильно делает ну вот я тут для себя заметил да действительно что еще чудо что он связанный двигался ну вот я недавно проходил курсы как не курсы у меня по учебе там предмет спортивная медицина называется и там мы обвязывали и там специальные ну то есть учат там тебя так обвязывать специально чтобы ты мог двигаться таким образом то есть там сустава ты обвязываешь таким образом там крест-накрест свободно оставляешь сустав и человек он может двигаться при этом или так обвязать чтобы он не мог двигаться но понятное дело что умершего обвязывали то есть подряд прям мотали вокруг так что человек если бы встал то ему тяжело было бы двигаться и вот тут говорит толкователь что это тоже чудо что он может двигаться и тут еще говорит что как Господь показано, как он заботится о тех, кто видит. То есть он дает им развязать его, чтобы они увидели, что это он. Чтобы четко это запомнилось людям, что это именно он воскрес, а никого-то не подменили. То есть он наперед заботится, знает наперед все вот эти немощи человеческие, что там какие-то сомнения и заранее их лечит, нужно сказать. И уверовали тут, конечно, тут не сказано, но думаю, тут уверовали-то они несовершенно, еще не уверовали, что он Бог. То есть они уверовали только то, что вот он по-великому, какой-то великий особый человек, какой-то великий пророк, может даже, что это Христос. Но еще вера несовершенная. Они уверовали, что был мертвый и стал живой. А что там дальше? О христе никто не думал, что он Бог. Да. Даже если, да, ученики... Опять же, здесь нужно законы иудейские рассматривать. Нам их никак нельзя со счетов сбрасывать, что к мертвому прикасаться нельзя. Почему она ему сказала, Господи, уже смердит? Может, у него там с обонянием она подумала что-нибудь, что, неужели не чувствует он смрад, который идет? Нельзя же вообще прикасаться. Ну, а для них табу было и там открывать. Ну, когда положить мертвого, это одно. Он там уже склеит, там уже ничего и нету. Одни там, как говорится, плоть это усохшая. А здесь-то вот он, как так. То есть, это они... Он против закона шел. Так же, как и прикасался к прокаженному, когда... Тут надо еще это учитывать. И никто его не остановил. Всем было непонятно, написано перед этим, что воскреснет-то. Потому что уже видели, что он великий. Игнат Тихонович. Вот на этот случай, как для чего-то сделано так, чтобы своими руками развязывали, и тлен этот, запах смерти слышали. Чудо больше запомнилось. Я в Новосибирском храме был, а храм большой на такой город-то. И лазер из гробницы выходит, там из темноты видно выходит. И руки раскинул, улыбается, идет. А я священнику и говорю, как он мог так быть-то? Когда развязать надо было еще сначала. Да вы что? То ли он не знал, то ли что. Ну, а тут художники же делают так. А у нас тут Христос и Самарянка. Христос сидит у колодца, и рядом краник, и вода течет в колодец. Я к батюшке подошел, говорю, настоятелю, отцу Николаю Бойтовичу. Ну, какой же краник, когда колодец глубокий, тебе нечем черпать? Да и правда. И притом таких вот казусов, я случайно, где я оказался в храмах, начинаю рассматривать изображения. Ой-ой-ой. В одном месте... Мария Египетская с волосами до самых пят еще. Ну, да, нет. Это она... Вот у нас здесь не... Не это... Не до пят. Они до плечей даже не достают у ней. В Барнауле Мария Египетская. Длинных волос нет. Агния была. А, точно. Да-да, это... Маленький, короткий волос. Встрели наготу ее. И вот здесь тоже надо как-то работать, смотреть. Посмотрел и... Сказал, они исправили. В другом месте огромное такое панно и купол нарисовано. Вознесение Христа. А вознесения там никакого нет, а преображение изображено. Священник говорит, ну что, соединили то и другое вместе. Надо замазать. Мы и с иконами-то поправиться не можем. Такие простые вещи, кажется, тут рассуждать не о чем. И поэтому не случайно связанный был, чтобы мы развязали сами его. Это говорит о том, что иногда Бог совершает большее чудо, а развязать нам надо своими руками, чтобы это почувствовали. в духовном плане, конечно. Все, отошел. Я не отошел. Все, сейчас-то закончился. Да. Давайте вопросы. Такой вопрос, Игнать. Можно? Да, задавай. Сегодня у нас на воскресной школе батюшка в конце уже сказал, почему бесы различали, что Христос это Бог, а дьявол до конца не смог этого понять. Я говорю, я у Игнатия Тихоновича спрошу сегодня. Почему он не мог понять? Потому что это скрыто было от него. Даже ангелы не знали. Говорит, и показал себя ангелом. Тимофею пишет апостол Павел. Его ангелы пели ему. Хвалу может быть миллиарды лет, мы не знаем. Но они впервые увидели своего владыку, которому пели хвалу. Показал себя ангелом. А дьявол сомневался, потому что пророчества такого не было. Ясно вычетку. Если ты сын Божий, бросься вниз. Если ты сын Божий, поклонись. Если ты сын Божий, камни сделай хлебами. То есть он его испытывал. И Господь ему самое интересное здесь, что сам Бог, автор книги, Библии. И он сам может говорить сегодня. Но Господь ничего не добавляет, а только цитирует Ветхий Завет. Другого-то не было. Вот как мы даже... Дьявол ни разу не попрекнул Христа, что ты неправильно его толкуешь или что-то. Значит, от сатаны отбиваться Священным Писанием надо учиться. И дьявол он сам не раскроет. Вот поэтому... Рахиль, Рахиль. Рахиль, только поэтому. Игнать Тихонович, там священник, он сказал это, что бесы знали, что он Бог, а дьявол не знал. И вот такой вопрос задали. То есть священник думает, что бесы знали. Это меньше по рангу. Никак это нет. Я не понял тогда вопрос. Не знала нечистая сила. Совсем не знала. Не знала. И когда распяли его, если ты сын Божий, садись с креста. Толкует святые отцы, а ты кричал не народ, а кричал дьявол, в урод ты им залез. Садись с креста. А он для того и пришел, чтобы взойти на крест. То есть, Рахиль, скажи священнику, что он не знает. И упрекал их за неверие. За неверие. Учеников. И опять начал доказывать, как законно... Игнать Тихоновича, покажи. Пророков и Псалмы. Сейчас каждый у себя сам видео контролирует. Я отключил экран. Рахиль, ты скажи священнику, что он не знает, что бесы, они не знали, что он Бог. Откуда он это взял? Ну, они говорят, вот, ты, мол, рано пришел за нами, ты, Грис, сын Бога. Они же так ему говорили, ты рано пришел за нами. Несколько раз же они сказали ему так, что ты, Христос, сын Бога, ты рано за нами пришел. Вот, мол, почему бесы знали, что это Бог, сын Божий? А почему дьявол не знали? Дьявол, дьявол, в первую очередь, знают. Он начальник их. Тут все перевернут, а дьявол не знал. Раз дьявол не знал, то ни один бес этого не знал. Мол, почему они не побешали Христу? Я говорю, потому что пророчество должно было сбыться. Почему оно должно было помешать? Пророчество такое, если бы Иуда заплатили, Иуде заплатили 29 серебряников, был бы не Христос. Если бы 31, не Христос. Пророчество исполняется в абсолютной точности. Да, да. А если Христос сыгнать этих... пришел раньше время ему учить нас. Они в этот смысл не вкладывали, что они его знают. Не знают. Это и так видно. Если ты сын Божий, сойди с креста. Это глотки человеческие кричали, а через них кричали дьявол. Дьявол и сатана и змея. Это одно и то же. А он начальник над ними. Вот смотрите, когда ты смотрела, Рахиль, я посылал тут ролик один, интервью с дьяволом. Тогда смотрела. Ну вот он говорит, откуда ты? Журналист, он говорит, откуда? Я был далеко в другом государстве и проводил кампанию, там выборы, но я нарушил все правила и вот я оказался здесь. То есть 12 глава апокалиптиса, война шла между ним и Архангелом Михаилом и воинством. Да ты не один, он засмеялся. Нас, говорит, тысячи тысяч, то есть миллионы здесь их бесов. А может быть миллиарды. Вопрос, Игнат Тихонович. Детьми Божьими назывались вообще все евреи, весь избранный народ. Дети Божьи. Мы дети Божьи. Русская православная церковь за границей покаялась перед старобрядцами. А старобрядцы приняли их покаяние, примирились с ними или нет? Нет. Никогда. Ни на один шаг. Старобрядцы это самое свирепое общество. Самое непримиримое. А предоверие стопроцентное. А можно у них причащаться, если не допускают православным христианам с московской патриархии? Если они придут, то им разрешается. А чтобы они пришли, это тоже никак. Никак. Вот не было, вот у Надежды Васильевны у моей, у ней вся природа старобрядческая, едва священника, а они погибли. То есть они канонизированы были бы, я не знаю. И вот мать Надежды Васильевны, моя теща, Агриппина Евсеевна, она рассказывает, когда не было храмов, а некоторые православные открыты, а у старобрядцев нету, заходить нельзя. Я это знаю их. У нас потеряевки они живут. Непримиримые абсолютно, немирные. И последний вопрос. Вот у нас на Украине вот эта новая церковь, православная церковь Украины, которая находится в конфронтации с московской патриархией. Можно ли у них причащаться, если на это косо смотрит наше духовенство московской патриархии? Сергей Егорович, вы же знаете, что я буду отвечать нестандартно. Мое личное мнение, личное мнение, можно. И когда я был в Москве до этого еще год, два, три назад, я говорил, дайте им эту кефалию, вы потеряете ее. Ни под каким видом не давали, наконец вырвали зубами вместе. Они имеют право кефалию. И патриархия была на сто процентов неправа, потому что денежный поток пошел в другую сторону. А теперь не поминать патриархов в Варфоломея. Да толку-то от вашего упоминания, гляди они какие, засморили рты другим. Это настоящая церковь, полновесная. Спаси Христос. Я ожидал услышать этот ответ, потому что сам такого мнения. Ну вот видишь, я не подыгрывал вам, Папайми Егорович, я просто знаю это так. Там рукоположенная законная епископат главную московскую патриархию, если они будут как бы вотчина ее, колония, то пожалуйста. А сейчас Александрийский там патриарх признали их, а эти тогда его поминать не будем. Какая угроза-то? Поминать ты меня не будешь? Ну не поминай, у меня поминащиков хватает. А мне кажется, что московская патриархия это чистая коммунистическая какая-то организация. Как коммунисты к себе требовали уважения, а к другим никакого, как зулуса эти. Точно так же и здесь получается. Один к одному. Ну я не буду говорить ни один, ни к двум, никак. Я говорю про украинскую. Меня спрашивали, когда ездили в поездки, вот там назревало на Украине везде, как, я говорю, я уже надоело говорить, дайте им свободу, автокепалию. И они были бы с патриархией дружи, никакого Томаса не надо было, и вся бы эта игра закончилась. Такую свистопляску развели на весь мир. Там ребенок упал, убился, и священник, который к патриархии относится, не стал его отпевать. Ну ребенок-то при чем? Бога не знают люди. Вопросы еще задавайте. Что-то кто-то плохо слышно, что-то кто-то говорит? Напишите. Игнать Тихонович, то есть вот те места, где бесы говорят, что ты сын божий, подразумевается, что как бы святой получается просто, некий такой божий человек, они не догадываются о том, что он бог, или они только догадываются? Ничего я сейчас сказать мы не можем, но они не знали, не знали до конца. Они предполагали, думали там, что-то делали, они не знали, показало это его распятие. Если ты сын божий, садись креста. Если дьявол не знает, то ни один бесенок даже не догадывается, они отдельно ничего не могут делать. Как одного коммуниста спрашивали, подыскиваясь под него, ну как, я всегда поддерживал курс партии, еще бы никогда не сомневались, не колебались, он говорит, колебался, вот, видишь, я колебался вместе с курсом партии. Такой вопрос. Вот может он вопрос-то может и неважный, может праздный, но Христос, когда умер, он в ад сошел, он душой своей человеческой получается, божественная природа у него никуда не сходила, так? Она там и была, она везде же. честной природе Давыд говорит в 138-й псалом, сайдули преисподние и там ты, он висел телом на кресте, телом, а духом своим, духом святым, божеством, он был на небе одновременно и в преисподней, и здесь и разбойникам отвечал, вот она никогда не проникнуть, мы должны просто верить, верить и говорить, а душой человеческой он был преисподним проповедовал, он бога-человек, это тайна непостижимая, невмещаемая. А дьявол был уязвлен, получается, почему сказано, что он именно уязвлен? Именно вот он потому, второзаконие 19 глава 19 си говорит так, если будет свидетель и окажется ложным, ну, какая статья была, раньше было 102 пункт, статья это убийство, и не доказано будет, теперь ему это и прилепить за убийство его и казнить. Возмездие за грех смерть 6.23 к римлянам, и поэтому все умирали, и дьявол имел оправдание, они согрешили, поэтому умерли, закон Божий незыблемый был. Здесь впервые умирает, и он не знает, он бы до смерти его не доводил, дьявол-то, потому что это приговор, теперь ему сделайте то, что смерть пришла, а греха нету, и поэтому он бесновался, бегал, кричал, что хоть как-то согрешил, но и здесь он не согрешил, как Бог. Вот так мы должны понимать. да, понятно все. Когда говорят, а как правильно персты слагать, двумя или тремя, а я говорю на это, мое личное мнение, это то и другое имеет элемент ереси, а почему? Два перста это Бога человечества, три это троица, на крестении Бога человечества не страдало, не троица, а только человечество, поэтому первые христиане, как пишет Иоанн Златоуст, они поднимали один перст, какой руки, если что правый, какой перст, по всей вероятности указательный, кричит рыгна, Христос царствует, на арене они кричали, одного Бога, одного, в римском патионе, говорит Иоанн Златоуст, было 500 божеств, по названию, 500, а в действительности ни одного, все это выдуманные были, и христиане могли поставить, вот как камагридеш это там этот, и можно было марк, где говорил, вот я поставлю, ставь свое Христа, тут крест, и все, отдельная ниша, ставь тут Христа, и императору приносите иногда, не было бы гонений, ни слез, никто не пошел на это открыто, вот надо бы во все это проникнуть, так и никак, поэтому, а как правильно, то и другое неправильно, но я так приучен, на кресте не страдало божество, златоуз говорит, божество бесстрастно, бесстрастно, неправильно писать без с, так некоторые хватились, вот видишь, без, и буду писать з, з это неправильно, без, понимаешь, поэтому много слов найдем, которые, как и бессеребряник, бессеребряник, или как, но глупости, как, говорят, в сумасшедшем доме на валенке женятся, еще бессмертный, бессмертный, и так, бессмертный, начинает говорить, вот где шипящие, глухие, там с, безмолвная м буква, м, безмолвный, а вот бессмертный с, еще тут не надо без, без похоже, да, но, так они еще считают, что это слово хула, если ты будешь именно без говорить, ну, понятно, я вот сейчас письмо пишу большое нашему настоятелю, и дам настоятелю, всем священникам, и вот вопрос, письмо будет касаться всего вообще, все, что в храме происходит, я полгода наблюдал, зачем, и все в письмо я это вкладываю, использую книгу к истинному православию, оттуда, ссылки на соборы и прочее, вот вопрос, как лучше поступить, дать это письмо чисто только настоятелю, либо дать каждому священнику отдельно, либо дать каждому священнику и еще всем в церковной лавке и певчим отдельно, ну, то есть, всем вообще, кто там есть, из рабочих в самой церкви, как правильно поступить? От меня ждешь ответа? Да, 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 от вас. Не знаю, надо молиться об этом, потому что здесь сугубо может повредить самому себе. Приходишь, подходишь, они могут тебя бойкотировать и будешь переживать. Надо со всех столом все узнать, подготовительную какую-то базу создать, а потом раздать, и желательно всем, но пока ничего не делай, не пожалеешь. Приготовь, отксерокопируй и жди момент, будем молиться. Я еще в начале вам отправлю, но вы посмотрите, прочитайте письмо. Хорошо. Торопись с этим нельзя, потому что они это не принимают, это практически то, что и выйти на стропу войны. А одолеешь с 10 тысячами 20 тысяч. Не будут ли смеяться над тобой? Так оно написано. Ну, я вот просто уже какой, я стою какой день в храме и буквально я записываю, успеваю только записывать, у меня складывается в голове ну просто письмо складывается и оно просто сложилось уже на 12 листов. Я успеваю только записывать. И вот я это записал и вот ну сейчас еще допишу только и вот отправлю вам на проверку. Ну я сказал подожди, не спеши. Игнать Игнатьич, а сами-то вы вкладывали веревочки туда, посылали послание. Ну я посылал людьми, печатал окрещение и посылал всем архиереям. Ну тогда их было 77, а сегодня их 300 наверное. Да что, бумаги что ли у нас не хватит? Потому что я уже ну с ними хорошо общаюсь, да, но я им то, что не говорю, меня это уже совесть начинает мучить. Я когда только решил, что я им это буду говорить, мне как бы полегче стало. Ну я думаю, как скажу, письмо, но когда это уже будем молиться, когда? Ну молись и Господь покажет. Я могу посоветовать, а ну не спеши. Все, все, совет принят. Ваня. А я сколько не писал, сколько не писал, ответов не получал ни от кого. Как будто в прорву идет и безответно. Интересно, я писал в КГБ на все мои запросы ответы пришли. В прокуратуру края 30 заявлений было, наверное, все отвечены до одного. Понимаешь, как? Краевая администрация ответы есть. В патриархию здесь писал, но сейчас новый митрополит к нему я не лез. Вам еще, когда все одинаково. И ни разу не ответили, ни разу. Как будто там никого нет. Муляж трухлявый. Ну да, я понимаю, что если в принципе я им это дам, то есть я все карты-то раскрою уже, понятно будет все и тут уже будет в соответствующее отношение ко мне и прочее. Но постоянно ведь тоже в таком находиться, что около тебя прям гибнут люди и ты ничего не говоришь. Это трудно тоже. Есть понятие такая черная дыра. Вот московская патриархия, они сами себя довели, своей энергетикой этой черной до этой дыры. С ними не беседовать невозможно, не просто поговорить, сколько раз пытались это делать. Ну, немножко так, только перебросишься, они тебя заблокируют и все. Если дотянуться до тебя не могут. Игнат Тихонович, вот мне для письма нужно, вот были несколько случаев, когда вы спрашивали у крещаемого, то есть там человек в московской патриархии хотел креститься и там кто-то оказался коммунисткой, ну, то есть коммунистку хотели крестить, кто-то еще что-то с ним было, то есть он то ли в Иисуса Христа не веровал. Можете напомнить эти случаи, мне это для письма нужно, как вот такие нужные случаи. Я не знаю, о ком речь идет. Вы рассказывали, что когда кого-то крестили где-то там в храме в московской патриархии, вы спрашивали там у людей у крещаемого, там верует ли он в Иисуса Христа и оказывалось, что там кто-то коммунист, кто-то там еще что-то. Вот это несколько случаев. Это в городе Славгороде, в городе Славгороде священник Серафим, видно, ермонах, пригласил меня в гости, я приехал. И в это время там крещение принимает женщина одна, ну я штанишки-то маленько заверну и заверни. А сам пошел он в алтарь, чтобы ноги-то мазать ей. А я в это время подсуседился к ней, подошел, говорю, а вы во Христа-то верите? Я коммунистка, зачем мне это нужно? А из-за священного ящика женщина быстро вышла, подошла, вы что ей говорите? Я говорю, так она неверующая. Не трожьте, я у ней восприемница. Он оттуда вышел, я ему говорю, батюшка, как вы считаете, 37-й год, 200 епископских голов подлетело, это нормально? Вы опять к этому подгоняете? Она неверующая. Как неверующая? Я спросил, она сказала, верующая, неверующая, она коммунистка. И он вернул назад все и не стал крестить. Такое же было в Тобольске, там работал, работал, трудился мой брат, отец Айким. Ну и священник двух ребят крестить. Точно так же пошел там доставать мир, они его берегут. А я подошел и спрашиваю одного, говорю, а вы почему крестите? Он говорит, да в армию берут, может там полегче будет. Я говорю, а ты, ну а мои друзья, я заодно с ним, за компанию. Я говорю, а кто такой Христос? Они друг на друга посмотрели. Один говорит, ну не знаю, какой-то инопланетянин, наверное. Когда батюшка подошел, я ему сказал, я говорю, вы что делаете-то? Это же за это дело вас надо наказать. Он быстро в алтарь пошел, а Айким говорит, это брат ваш пришел, то он увидел меня. Теперь что мне будет-то? Меня выгонят? Он говорит, да не выгонят, но только не делай этого. А другой сказал, что космонавт, наверное. Ну вот такое было. Иду-то у нас в Новосибирске, крестилька на втором этаже. Ну и женщина спускается и прямо на выход. А мы ей дорогу преградили, остановили, вы у вас сейчас крещились. А что там дело? Я говорю, мы опрос ведем как-то. Ну, крестилось. А раздевались? Чего? Ну, сама-то раздевалась. Зачем? Он мне вот как сделал, ладошки по голове, а у ней парик на голове. Я говорю, зачем вы? Ну, что вы меня допрашиваете? Я крестил, еще я мало попу сунула денег. А одна женщина подошла, говорит, это моя подруга, она директор ресторана. И у нее, говорит, ревизия сейчас идет, там большая, там недостаточная. И она пришла. Вот так. Так, там тоже крестили, женщина найдет, восприемница она. И слышу, она спрашивает, какие-то вопросы задает у кого-то там. Слышу, вопрос спрашивает, а что такое крещение, для чего оно нужно? То есть, она восприемница и не знает, что такое крещение. Я стал с ней разговаривать, оказывается, что она неверующая. Ну, то есть, она так, что-то там знает, что Иисус Христос Бог, и все. Я говорю, а как вы же, говорю, как вот он будет сейчас креститься, если вы ничем не обучите? Он же погибнет. Так она услышала это слово, погибнет. Услышали эти певчие у нас, певчие. И по всему храму все это разнесли. И сейчас все говорят, он, говорит, сказал погибнет, он сказал погибнет. Как он мог такое сказать? Как рассказывает сейчас? Меня через других лиц передают, сказали, про тебя, говорит, рассказывают, что ты, говорит, крещаемому говоришь, что он погибнет. Растаскали. У меня тоже самое в Тогуле было. Вячеслав, можно вопрос? Вячеслав, отвечает. Вячеслав, там спрашивают вопрос. Повторите, пожалуйста, меня выбило. Я случайно сам нажал. Да. Я хотела вопрос задать по поводу вот этого письма. Ну вот вы хотите написать это письмо, то есть обличить, да, как... Не то, чтобы... Вот я уже 12 листов написал. Я просто, не то, что... Я просто пишу то, что мне идет на молитве. Я пишу это. И оно выводится в виде письма. Вот у нас директор говорит, приходи... Ну, у него прям такая вырезка висит. Приходи с готовым решением. То есть если критикуют, что предлагают? То есть какова цель этого письма? Какие задачи? И какой то? У меня там в этом письме, прям в этом письме проблема, и прям снизу решение, твоеточие, и решение. Проблема, решение. Прямо мне так и приходит. И вы предлагаете там свои услуги, например, да, для решения каких-то... Проблемы убери только. Ну да, там проблемы нет. Просто я описываю, как бы, да. Ну как, не свою. Вообще свои ничего не предлагаю. Нет, свои услуги, для решения каких-то задач. Нарушение агрономов. Вот как должно стоять. Церковные, я предлагаю. Как церковь это решает вопрос, а не как я. Ну я скину, вы прочитаете, я сброшу, я сейчас его допишу, я сброшу. Вы прочтете, потому что оно применимо ко всем храмам, ко всем вообще, применимо. Ну да, то получается, то что мы говорим о них, ну так скажем, критикуем, а им ничего не предлагаем, может быть так. Ну вот именно. А то, что ты сама, а то, что ты сама в общине была оглашенная и так далее, это разве не предложение? То, что Игнатий Тихонович сделает братья вокруг, это и есть предложение. А им нужно просто исправить, спокойно, им нужно исправить каноны. Понимаешь, каноны, которые они нарушают, они должны исправлять. Какие тут еще решения-то? Другого-то нет, ничего. Но мы им говорим они свои анти, контраргументы. Никаких аргументов нету, нету аргументов никаких, исполни и все. Там ничего, нет аргументов, действительно. Тут в ответ стопроцентное здесь, все, что предлагается, стопроцентное нарушение их. У меня прям все почти с книги к истинному православию идет. Я даже сам иногда и смотрю и там это нахожу. Там даже никуда не надо искать. В интернете ничего не надо. Берешь книгу к истинному православию и оттуда прям вводишь поиски. Все находишь там, все, что можно. Вот все в голову идет, туда прям сразу оттуда берется. По всем. Дисциплина, молитва, там оглашение, крещение, все просто, все, все, все. Это настолько быстро. Священникам не поможет никакой адвокат, даже если он будет адвокат дьявола. Помочь невозможно. Но мы себя должны сбросить, мы от себя сбросить должны себя, потому что я прихожанин этого храма, и если я ничего не сделаю, то на мне грех. Кровь взыщется. Аминь. Вячеслав, я услышал твое слово, что ты сказал погибнет. Ну, там действительно есть вопросы, нужно ли вообще было это слово произносить. Я всех дел не знаю. Но я, например, тоже можно сказать был погибший, потому что меня крестила моя прабабушка. Родители были неверующие, ни мать, ни отец. Пападьей, восприемником была моя пападья, жена священника. А крестным стал по договоренности с отцом его друг, член КПСС, который был неверующий человек. Крестили меня, не крестили, а облили водою. Ну, миропомазание или освящение было как положено. И в алтарь водили, я так понимаю. И вот, когда я узнал об этом, то два года тому назад принял крещение трехкратным погружением. И сразу же на меня пошел, так сказать, напор освященника. Как ты смог принять повторное крещение? То есть, уже был обвинен в том, чего не было. Вот такие дела. Ну, вот под погибнет я имел духовную, духовную, я ей говорил о духовной смерти. То, что он будет необученный, будучи крещеным, будет, то есть, необученным, а значит, он будет там блудить и грешить и погибнет окончательно. Вот в чем речь, а не телесная речь была. Но слово погибли, это прям как страшно всем. И я таким был после этого псевдокрещения, но не погиб по милости Божией. И я таким был. Есть такая пословица, кто предупрежден, тот вооружен. Он, брат его, предупредил, погибнешь. Он ему не сказал, что ты сейчас сдохнешь на месте же. Господь тоже сказал Адаму, если будешь, этот плод съешь, то смертью умрешь. Ну и что, он умер, когда съел? Вернее, когда Ева ему дала есть. Нет, не умерли они, еще жил 935 лет. Жил, на земле-то он жил, а духовно уже умер. И для того, чтобы вернуться, нужно было Христа ждать. Сколько лет ждал он его? 5 тысяч пятьсот тридцать один год. Сорок один год. 5 тысяч пятьсот сорок один год Адам ждал, когда Христос к нему сойдет в ад, чтобы вывести его. вот великое дело, брат сказал, что да мы вообще погибшие, Господь говорит, наипачи идите к погибшим овцам дома Израилева. Уже погибшим, все. Что, никто не спасется? Ну, почему-то спаслись. это островка подстегнуло многих спасаться. Я больше не уверен того, кому-то это сказал, он даже не почесался. нет, нет, это она с такими испуганными глазами ушла. Как бы, как будто с каким-то, видимо, поговорила сектантом. Ну, не знаю, что, но сам факт, то, что она-то неверующая, и я хотел, как бы, как максимально больше, чтобы она понимала ответственность, что тут не шутки уже, и, в принципе, правду сказал. Из-за Кииля пророка читайте, я вижу, никто не читал даже эту книгу. 30-я глава там написано, до этого почитайте еще. Там написано все о том, кто не сказал ближнему своему, что он погибнет, если не будет веровать в Бога. Погибнет, если не будет веровать в Бога. Говорит, проклят ты будешь, и кровь на тебе. Аминь. Читали эту книгу и продолжаем читать. Ну, это ты, а другие пускай читают. Там о погибшем не 30-я глава, а 3-я глава, 18-й, 19-й стих. Я тоже читаю эту книгу. А тебе речи нету, ты тоже молодец. Спаси, Христос, за то, что знаю вас, братья во Христе Иисусе, Господи нашим. Аллилуйя. Заканчиваем. Игнатих, назначайте молитвенника. Не слышно было. Не работает микрофон. Я сказал, ездра, пускай помолится. Все принято. Спаси, Христос. Слав, сейчас, да, или ты сначала... Сейчас, я сейчас. Достойный есть Якова истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления слова Богородшую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Молись. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за возможность вникать в Слово Твое Святое, живое и вечное, оживотворяющей души нашей вникать в толкование Отцов Святой Церкви и в помощи наставника нашего Игнатия Тихоновича. Благодарим Тебя, что мы являемся чадами православной Церкви, Аллилуйя. Благодарим Тебя за это общение братское, за молитвы совместные друг о друге. Слава Тебе, Аллилуйя. Молим Тебя, Господи, за тех, кто находится в заточении за Слово Твое, за осужденных на смерть за имя Твое. Прибудь с ними в сердцах их до конца, не дай им усомниться. Посети, Господи, болящих рабов Твоих. Господи, пролей милость Твою на нас и начат наших. Верных Тебе укрепи и утверди в вере о неверных отступивших обрати, Господи. Ибо сейчас время благоприятное, сейчас день спасения. Распусти нас с миром и прости нас, Господи, если чем здесь погрешили мы. Тебе за все хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.